Добро пожаловать на доклад Саши Шенкевич. Она вам сегодня поможет разобраться, какое же приложение выбрать. Саша, пожалуйста, тебе слово. Спасибо. Ну что, как вы еще живы? Второй день, обед, покушали? Да, отлично. Давайте начнем с такого немножко интерактива, чтобы как-то подвигаться. Кто работал или делал Progressive Web Applications, PWA, PWA? Ага, так, отлично. Ну где-то треть, наверное. А кто-нибудь, может, в нативные приложения ходил? Примерно те же люди. Ну окей, ладно. Надеюсь, вам будет полезно. У меня не будет много кода. Там только пара слайдов с кодом. Все остальное мое мнение. В общем, не знаю, понравится оно вам или нет, но вы здесь, поэтому у вас, походу, нет выбора. Давайте немножко про меня. Кто я такая, почему я об этом рассказываю? Я больше 15 лет во фронтенде. Когда-то в школе только начинала. Училась верстать на таблицах. За свою карьеру фронтенд-разработчиком я на разных фреймворках программировала. Даже когда-то с jQuery только начинала. Потом узнала JavaScript. Да, но также у меня есть опыт работы с фреймворками, которые можно назвать гибридными. Мы об этом тоже поговорим чуть позже. Ionic, Quasar, я тоже буду о них упоминать. Это по факту веб-приложение, которое можно сделать прям как будто нативными приложениями. Ну давай. Вот. Немножко на Node.js тоже попрограммировала. Какое-то время называла себя FullStack. Ну, сейчас я счастливая безработная. Счастливая безработная темлит. Ну, так или иначе, в общем-то, вот это вот мой опыт. В свободное от выгорания сна и безработицы время я организовываю несколько локальных сообществ. Это Minsk CSS, Minsk JS. И также я стою в программном комитете Frontend Conf. Помогаю другим спикерам находить свою спикерскую стезю. Ох, ну ладно. Все, обо мне. Вы вроде как поняли, что я вроде как эксперт. Могу вам об этом рассказать. Давайте так. Так, вот когда перед вами стоит выбор, что делать, какое приложение нужно, на каких технологиях делать, когда у вас нужно и под веб, и под мобилки, всегда есть как бы несколько опций. Какие это опции? Ну, во-первых, это нативное приложение, которое публикуется в Store, все хорошо, на определенных языках это разрабатывается. Прогрессивное веб-приложение, PWA, PWA. Я буду называть PWA, поэтому, простите меня, может быть, закорявенькое название. Кажется, что это более локализованная такая штука, нежели прогрессивные веб-приложения или PWA. А также есть еще гибридная разработка, о которой тоже поговорим, которого не было в названии, но, кажется, это тоже интересная ниша, на которую стоит хотя бы обратить внимание, если перед вами стоит такой выбор. Давайте начнем с первого. Это нативные мобильные приложения. Что это такое? Да, это по те самые Android и iOS-платформы. Мы делаем приложения, они устанавливаются. В общем-то, всем хорошо. Какие особенности у такой мобильной нативной разработки? Во-первых, у каждой из платформ, iOS и Android, есть свои гайдлайны. Гайдлайны в том числе по UI, UX, каким-то своим кастомным компонентам, и также возможности по фичам несколько отличаются, хотя в целом мобильные телефоны имеют плюс-минус одинаковые фичи. Также можно публиковать в магазинах приложений, они же сторы. Но тут есть нюанс. Публикация в стор — это такой интересный процесс. Те, кто его проходил, точно знают, что это бывает иногда не так, чтобы легко и даже не всегда быстро. И это может занять некоторое время и как бы тоже несколько затруднить выход в продакшн какого-то продукта. А еще в сторах есть правила. И, например, если вы делаете какое-то приложение для гемблинга, то есть лотереи какие-нибудь или связанные с этими штуками и вещами, вы в тот же App Store не сможете загрузить, просто потому что App Store запрещает такие приложения. В принципе, вы не найдете таких приложений у них там в магазинах. А также такой нюанс, что для вообще-то кроссплатформенности, чтобы писать и под Android, и под iOS, нужно еще специальные инструменты использовать. И это не так, чтобы ограниченный набор технологий и языков, но все-таки он есть. И эти разграничения есть. Так на чем же, собственно, писать эти нативные мобильные приложения? Если мы говорим про iOS, это у вас две возможности. Это Swift и Objective-C. Если мы говорим про Android, то это немножко более широкий выбор, но тоже особого выбора нет. Это Java, C Sharp и C++. К счастью, есть вот те самые языки или инструменты, с помощью которых можно писать сразу одновременно под две платформы. Это Flutter, Rust, Xamarin, Kotlin и React Native. В общем-то, вот примерно такой зоопарк инструментов перед вами встанет, если вы захотите писать нативную мобильную разработку. Но что же могут нативные приложения? Почему нужно идти именно в ту сторону, нежели писать веб и как-то пытаться его мимикрировать под нативное? Сейчас будет довольно большой список возможностей, но давайте пройдемся по очереди. Во-первых, разрешение приложений, то есть когда пользователь может сказать, что я не даю доступ, например, к своей геолокации или каким-то еще фичам. То есть пользователь сам может несколько управлять поведением приложения. Нативное мобильное приложение может в медиа, аудио, проигрывание, работа с этим контентом. Могут быть сервисы в фоне, то есть это то, какие-то вычисления, когда приложение непосредственно не используется, но при этом там что-то происходит. Это управление экраном, чтобы он, например, не газ. Это данные файлы, работа с локальными в том числе данными файлами, когда вы можете прям сохранять что-то. Это оффлайн, естественно. Это нотификации, те самые пуш, уведомления, с помощью которых можно довольно интересно взаимодействовать с пользователем и возвращать его в свой приложение. Это информация о пользователе. И под информацией о пользователе я, например, имею в виду доступ к контактным данным, когда пользователь может пошарить свой список контактов и потом каким-то образом в приложении взаимодействовать с ним. Это авторизация с помощью в том числе всяких ОАУС и тому подобных штук. Это автозаполнение, то есть хранение каких-то локальных данных на устройстве. Ну и биометрические данные – это тоже такая, наверное, одна из фич мобильной платформы, где вы можете получить доступ к возможностям засекречивать, например, с помощью биометрии. Уже упоминавшаяся раньше геолокация – камера, сенсоры, всякие акселерометры, датчики освещенности и тому подобные штуки. Это протоколы и сеть, в том числе управление Bluetooth, Wi-Fi, даже VPN можно управлять с помощью каких-то приложений, подключение по USB и другим медиа-устройствам. Ну и на самом деле там еще много всего. И, в принципе, этот список как бы не конечный вот этих вот всех функций, которые есть на нативной разработке у мобильных устройств. Этот список я примерно взяла с возможности платформы Android, но по факту в iOS тоже примерно такие же основные функции и категории можно выделить. Ну давайте поговорим о преимуществах мобильной разработки. Что это? Ну, во-первых, перформанс. Мы, когда думаем о мобильной разработке, кажется, что эти приложения будут несколько лучше, нежели сайт, запущенный под каким-то браузером, где еще 100-500 вкладок, и вот это вот все. Это доступ к каким-то низкоуровневым API-устройствам, которым нету доступа из браузера, ну хотя бы по причинам безопасности, и которые никогда, скорее всего, не появятся даже на мобиле, просто на вебе, потому что это небезопасно, браузер не может получить доступ к этим API. Это работа офлайн и хранение данных на устройстве, то есть работа с какими-то локальными файлами, локальными типами файлов. Не всегда у браузера, возможно, это реализовано. Это также доступ к публикации в магазинах приложений. Я считаю, что это бонус, потому что таким образом мы получаем дополнительную возможность дистрибьюции. Ну и да, больше способов монетизации. Вы можете ничего не делать в своем приложении, никаких карт не привязывать, но при этом, если вы публикуете платное приложение в сторах, вы можете на этом тоже зарабатывать, отдавая некоторый процент сторам. Ну и недостатки у мобильной разработки тоже, к сожалению, есть. Во-первых, это стоимость, поддержка выше, но хотя бы потому, что вам, например, если вы планируете прямо идти в нативную, вам нужно как минимум двоих разработчиков нанять. Не буду голословной, но просто давайте некоторые цифры. Взяла с хаббер карьера, где, может быть, тоже не совсем идеальные цифры, но, кажется, они подтверждают мою мысль. Если мы посмотрим на среднюю зарплату мобильного разработчика, это будет порядка 230 тысяч в месяц. Но при этом зарплата фронт-энд разработчика 190, и кажется, что в среднем по больнице все-таки мобильные разработчики получают чуть-чуть больше. Это заставило меня задуматься, может, мне тоже стоит сменить вектор фокус с фронт-энда на мобильный. Но так или иначе, цифры даже в какой-то долгосрочной ретроспективе, они примерно так же коррелируются. То есть потихоньку эти цифры сдвигаются, пусть и несколько лет назад эти цифры были несколько меньше. Также у вас все еще остается в мобильной разработке разделение на платформы и версии, особенно версии, потому что появляются какие-то тоже новые API с выходом новых версий операционных систем, что-то становится деприкейтед, и поэтому вам всегда нужно так или иначе опираться на то, что могут эти платформы, даже при том, что у вас довольно большая свобода в выборе фич, которые вы хотите реализовывать. А также публикация в Store может быть длительной. Ну, Apple говорит, что у них порядка двух дней в среднем ревью проходит, одни сутки, прошу прощения. У Android Store, Google Play, у них порядка двух суток. Это такая открытая информация. Бывает больше, бывает меньше, бывает отказывают, иногда даже непонятно, почему reject происходит на момент ревью. Но, в общем-то, так или иначе, вот этот процесс публикации, он может быть довольно болезненный. Также для того, чтобы пользователи ваши получили доступ к вашему приложению, его нужно как минимум установить. Это тоже может быть большим барьером в вашей воронке пользователей, которые вы потенциально можете получить. Окей. Вроде с мобильной разработкой разобрались. Давайте немножко поговорим про прогрессивные приложения или PWA или PWA. Что это такое? Ну, по факту, это обычный сайт, который можно установить себе на устройство. Не буду говорить мобильное устройство, потому что это не совсем так, и об этом чуть-чуть позже. Да, в принципе, кажется, что вот этот мем плюс-минус рассказывает о том, что это такое. Ну да, повторюсь, это сайт, PWA, это сайт, который можно установить себе на устройство, на главный экран. Покажу небольшую демку, как это происходит, если кто-то не знает, как устанавливается PWA. PWA, это мое локальное приложение. Вот я запустила его в браузер, у меня выскакивает снизу плашка, хочу ли я добавить. Оно добавляется. Мы в шторке можем видеть, как оно даже устанавливается, это приложение, как будто это прям настоящее приложение из Тора. Проходит какое-то время, оно установилось, класс. Я потом могу его запустить. У меня есть экран загрузки в этом приложении. Ну и вот, пожалуйста, у меня нет никакой браузерной строки. У меня теперь вот как будто это нативное приложение, которое в том числе можно прям с главного экрана взять и запустить опять. В общем-то, работа эта достаточно просто. Окей. На чем строится PWA и вообще из каких компонентов состоит? PWA состоит из трех компонентов. И первое — это HTTPS. Ваш сайт, который вы потенциально хотите превратить в PWA, должен работать на безопасном протоколе. Во-вторых, он должен иметь специальный манифест, который опишет какую-то такую системную информацию для этого самого приложения. Ну и третье — это сервис-воркер, такой прокси, который поможет вам дать дополнительные фишечки, которые помогут мимикрировать под нативное приложение. Давайте коротко. HTTPS. Я тут не буду даже заострять внимание, что это такое. Безопасный протокол. Его, в принципе, рекомендуют для всех сайтов использовать. И браузеры сейчас активно подсвечивают пользователям, что ай-яй-яй, этот сайт небезопасный, если все-таки это на HTTP, например, ваш сайт. Но так или иначе, это вот прям безопасность. Без этого PWA точно не… ваше приложение точно не будет PWA, даже если все остальные требования для этого вы соблюли. Манифест. Давайте здесь немножко подробнее остановимся, что это такое, что там вообще описывается, зачем он нужен, какая системная информация. Во-первых, там вы можете объявить набор иконок, которые будут видны пользователю, когда он будет устанавливать приложение. Например, вот тот самый окошко запроса, вот именно та самая иконка в манифесте также описывается. Это не Favicon. Также режим запуска сайта. Можно несколько разных режимов, адресной строкой, без адресной строки или даже прям со всеми элементами управления. Ну вот в моем случае, например, был полноэкранный режим, не было никакой адресной строки. Вот просто использую как есть. Экран загрузки. Сайтов такого нету, но для приложений экран загрузки это довольно важная штука, которая позволяет подгрузить ресурсы. Цветовая схема. Немногие, наверное, не знаю, знаете вы или нет, но браузер можно чуть-чуть подкрасить и сверху элементы управления сделать каким-то, например, корпоративным цветом. Вот это как раз-таки тоже описывается в манифесте. Ориентация экрана, можно прям сказать, никакой вертикальной, будет только горизонтальной и таким образом заблокировать. И сайт ваш будет в PVA, а сайт будет показываться именно вот в этой ориентации. Начальный URL, то есть когда пользователь загружает как бы это PVA, он попадет на определенную страницу, что тоже важно. Ну и там еще несколько моментов есть, но в общем и целом манифест как раз-таки для того, чтобы вот эту начальную информацию определить. Как выглядит манифест? Это обычный режиссион файл. Не пытайтесь читать это, это не особо нужно, но это по факту, да, набор полей, которые вы просто задаете по определенному шаблону. Ничего там сложного нет. Где это можно отладить? В DevTools'ах на вкладке Application, самая первая вкладка. Если сайт PVA, это скриншот GitHub'а, там будет манифест, можно посмотреть какую-то информацию, отладить, может что-то изменить, но в общем так или иначе можно посмотреть на это. Окей. Обратимся к ServiceWorker и что это такое. По факту ServiceWorker — это прокси, который стоит между вашим сайтом, PVA-приложением, и сервером, который там есть. Что вообще может ServiceWorker? Во-первых, он может управлять поведением в режиме офлайн, что, собственно, превращает в том числе PVA, обычный сайт в PVA. Он может перехватывать в том числе запросы сети и каким-то образом получать информацию о сети и в том числе отдавать, например, кэшированные ресурсы, если пользователь офлайн. Он также может обновлять данные, если это нужно, опять же, ориентируясь на знании о том, в каком состоянии сейчас сеть находится. Он также может фоновую синхронизацию данных организовывать. Ну и еще там некоторые моменты. Ну, в общем, цело вот эти четыре функции — это его основная задача, что может делать ServiceWorker. Не буду сильно вдаваться. Если хотите посмотреть и послушать про ServiceWorker, никогда не слышали и просто более глубокое понимание хотите получить, оставлю ссылочку на доклад Кирилла Чугайнова. Он прям хорошо разложил всю эту технологию, прям классно все рассказал. Как это выглядит? Ну, окей, не сильно вчитываясь в всякое разное. По факту это Promise, который просто говорит, что вот в этом файле будет ServiceWorker. Если вы добавите хотя бы вот такую простую строку, которая не делает по факту ничего, просто это обработчик события того, что здесь есть ServiceWorker, в принципе, поздравляю вас, вы добавили ServiceWorker на сайт, и уже можете, если у вас есть манифесты и защищенный протокол, может считаться, что у вас ПВА. Где поддерживается ServiceWorker? Поддержка классная, используется, кажется, можно пользоваться. Как отладить ServiceWorker? Да все там же, вкладочка Application, вторая по стройу, вторая по номеру в списке. Там тоже можно отладить, в том числе всякие пуш-нотификации и дополнительные какие-то параметры, которые могут быть в ServiceWorker. И вот, да, поздравляю вас, вы сделали HTTPS, у вас есть абсолютно пустой ServiceWorker, вы добавили шаблонный манифест, и ваш сайт превратился в ПВА. Класс, класс, отлично, любой сайт можно превратить в ПВА. Это такой стейтмент, который, мне кажется, если вы ничего не запомните с моего доклада, можете хотя бы вот это рассказать. А почему тогда у нас все сайты не ProgressiveWebApplication тогда в таком случае? Ну, давайте так, хорошим ProgressiveWebApplication не всякий сайт может быть. И что же нужно вообще для того, чтобы веб-сайт превратился в хороший ProgressiveWebApplication? Ну, во-первых, нужна поддержка офлайна, и на этом я хочу немножко побольше остановиться, нежели пустой ServiceWorker, который технически как бы есть, но по факту его нет. Как сделать хорошее приложение офлайн? Во-первых, вам нужно кэшировать ресурсы, чтобы браузер с помощью ServiceWorker в том числе подгрузил какие-то данные оболочкой и в целом не ходил в сеть, и это было очень быстро, быстро, как будто моментально загружался этот сайт. Это должна быть работа в офлайне для пользователей. Ну, в самом плохом случае это просто заглушка страницы или какой-нибудь поп-ап, который говорит, прости, пожалуйста, но ты сейчас не в сети, ты не можешь делать ничего. А если ты сделаешь, ну, как бы мы не отвечаем, что эти данные ты можешь синхронизировать. Но есть и второй путь, когда вы прям делаете специальный UX, вы смотрите, регистрируете ServiceWorker, что у вас нету сети, и пользователю предоставляете возможность работы с данными, в том числе синхронизирование вот этих данных, потом когда-нибудь в бэкграунде, когда пользователь выйдет офлайн. Но это, понятное дело, ну, прям отдельная фича, отдельная работа, и занимает довольно много времени, потому что не всегда на обычных сайтах это легко реализовать. Перейдем к следующему пункту. Ваш веб-сайт должен быть оптимизирован под мобильное устройство. Да, прекрасно, если как бы он там грузится, и все хорошо, но если он абсолютно много лагает, у него какие-то большое количество задержек, даже при том, что у вас есть кэширование файлов, все равно он долго грузится, ну, кажется, что это не тот сайт, которым будет удобно пользоваться. Должны быть нотификации тут со звездочкой, потому что я бы не сказала, что вот эти самые пуш-нотификации, вот, да, вот эти самые, которые постоянно спрашивают вас, не хочешь ли ты получать наши уведомления, если ты случайно кликнешь, у тебя постоянно будут вылезать эти сообщения от каких-то непонятных сайтов, но так или иначе, это тоже интересный механизм, это тоже, наверное, одна из таких возможностей, которые долго веб не мог, а сейчас уже может. Есть еще такая штука, как upshell, это вот как раз-таки про правильное рациональное кэширование ресурсов. Я здесь тоже поставлю со звездочкой, потому что не всегда это удается реализовать, но это скорее такой хороший паттерн, который выдаст хороший ПВА от не совсем хорошего. Что такое upshell? Это когда обвязка вашего сайта, типа меню, хедер, футер и тому подобные штуки, они прям кэшируются, они статичны, хранятся в кэше вашего ПВА, но при этом контент вполне себе может зависеть от сети и получаться динамически. И, естественно, вот этот upshell, он должен загружаться моментально, потому что он у вас локально, у пользователей находится, а уже контент там можно какими-то разными техниками потихоньку подгружать. Ну еще вообще, да, ПВА это не только про мобильные устройства, внезапно progressive applications можно устанавливать на десктоп. Ну, взяла для примера сайт developer Android, это тоже progressive application, вот там вот в строке можно увидеть иконку, нажав на которую будет опять же запрос, хотите ли вы установить это, и вуаля, у вас получится вот такой вот сайт, который абсолютно без всяких контролов, если в манифесте это прописано, вы можете этим пользоваться как отдельное приложение, и при этом, ну, на Mac, по крайней мере, вот это ПВА-приложение в Chrome Extensions или как-то там отдельная такая папочка в application появляется. То есть кажется, что это вот прям классно, это тоже работает. И да, действительно, progressive web application можно делать на любых технологиях, потому что по факту это никак не связано с какими-то фреймворками или языками, на всем, на чем делается веб. Вот умеете такой язык, это веб, вы сможете сделать ПВА на этом. Но давайте пройдусь по основным фреймворкам. Create React App позволяет вам прям одним параметром сгенерировать progressive application, хотя бы шаблон, и дальше вы там уже будете настраивать. Для Angular тоже все это built-in, там тоже создаются манифесты по умолчанию, тоже их можно настраивать. Для Vue тоже есть, это, правда, вторая версия, для третьей тоже там нет никаких проблем сделать. Ну, то есть по факту, когда вы начинаете проект, у вас без проблем на новых, точнее, на популярных фреймворках нет проблем с тем, чтобы прям сделать это из коробки. Но если у вас довольно старый проект, вы, в принципе, можете сгенерировать и даже с обычного проекта вот этот вот PWA. И да, вы не ошиблись, PWA можно публиковать в сторах внезапно. Там есть нюансы, но это можно сделать в том числе вот с помощью PWA Builder. Где это можно публиковать? Можно в Microsoft. Они, по-моему, одни из первых объявили о том, что они позволят прогрессивные веб-приложения публиковать. Естественно, можно в Google Play тоже вот благодаря Bubble Wrap, который тоже PWA Builder использует. На App Store есть вопросики, потому что это все-таки экспериментальная фича, но в целом как бы история успеха тоже есть. То есть, в принципе, вы можете даже обычный сайт превратить в PWA, а потом даже его еще и в Marketplace запихнуть. Класс. Но давайте посмотрим, а что умеют современные браузеры, что умеют нативные платформы, и при этом как это может вообще мэтчиться. Вот помните тот вот список большой, 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 большой. Давайте по нему тоже пройдемся для того, чтобы хотя бы сравнить, как-то на контрасте. Давайте с разрешений не буду тянуть, да, в браузеры новые модные API, которые так или иначе работают с данными о пользователе, они всегда, браузер всегда будет спрашивать, можно ли это сделать. Это касается нотификаций, это касается геолокации и многих других API, про которые я еще буду чуть позже говорить. Медиа, ну, тут как бы, кажется, не стоит сомневаться, что веб может в медиа. Если вы все-таки сомневаетесь, я просто сошлюсь на слайд с одного из моих предыдущих докладов про необычные браузерные API, это вообще все, что не все, даже это какой-то, наверное, основной список API браузерных, которые так или иначе связаны с графикой и медиа. Не говоря о том, что браузеры, естественно, могут проигрывать видео, аудио и много всего разного делать. сервисы в фоне. Ну, вот давайте тут я скажу, что нет. Пожалуй, если вам нужно выполнять какие-то операции, пока пользователь не в вашем приложении, к сожалению, браузер в большинстве случаев ради оптимизации не будет их делать, поэтому тут я, пожалуй, скажу, что будьте аккуратны, если вам нужна такая фича. Управление экраном. Пам-пам-пам, есть такая фишка. Если вам нужно, чтобы у пользователя не газ-экран, вы это уже можете делать. Да, может быть, не идеальная поддержка, но так или иначе, в принципе, мне кажется, вполне себе неплохо. Данные файлы, ну, как бы тут тоже много чего есть. Тоже сошлюсь на свой же доклад. Это вот те API, которыми можно пользоваться уже сейчас, их появляется чуть ли не с каждым днем все больше и больше. В том числе локальная работа с файлами. Про оффлайн мы уже поговорили, я рассказала про сервис-воркер. Это вот как раз тот инструмент, который позволит вам делать детект. Мне 10 минут осталось. Ну ладно, ускоряемся тогда. Нотификации, про них тоже говорили. Информация о пользователе, пам-пам-пам, контакты пользователя. Внезапно есть экспериментальная API от Google, которая позволяет вам буквально получить доступ к контактам. Она, к сожалению, работает только на Андроиде, но как бы тоже в целом можно попробовать. Тут есть еще три такие штуки. Давайте сразу, автозаполнение всегда было в браузере. То есть, в принципе, даже есть еще браузеры умеют в синхронизацию, особенно даже между различными девайсами. Авторизация и биометрические данные тоже есть API-шка, Web Autification API или WebAus. Там есть нюансы, есть какие-то плюсы и минусы этого использования, но это тоже, в принципе, возможно. геолокация, камера, сенсоры. На сенсоры есть прям отдельная API-шка, которая позволяет работать с всякими фонариками, освещенностью и тому подобными штуками. Протоколы и сеть. Bluetooth. Простите, Вадим Макеев уже много-много лет назад показывал, как можно штурмовика катать из браузера с помощью Bluetooth. Wi-Fi. В принципе, тут можно поспорить, что Wi-Fi можно управлять. Скорее, из браузера вы можете получить доступ к информации о сети, но не можете непосредственно ей управлять. Так что, ну, я бы поставила здесь плюс, но тут скорее вопросик со звездочкой. VPN, к сожалению, нет. Браузер такое не умеет. USB, ну, тоже в 2017 году еще показывали, как можно MIDI-клавиатуру подключить и использовать подобное устройство. Вы можете даже геймпад сейчас подключить к браузеру, он тоже будет работать. Кажется, что это тоже интересная штука, к которой можно поиграться. Ну, и, в общем-то, я, наверное, сделаю еще ссылку на тот самый доклад про браузерный API. Если кому-то интересно, еще более широкий список того, что есть, вот, пожалуйста, посмотрите мой доклад, там такой обзор на интересные API-шки я рассказываю. Да, можете еще сходить на MDM, там тоже прям все описано и появляются новые. А еще есть проект Fugu, это от Google-а проект, который, собственно, последние несколько лет довольно активно развивает веб, придумывает новые API, вот в том числе контакт, пикер. И если вам интересно смотреть, куда идет веб, вот можете как раз сюда на проект Fugu заглянуть. Давайте к преимуществам PVA. Любой сайт можно сделать и превратить его в прогрессив веб-аппликейшн, и еще история разместится. Приложения PVA, они более доступны, потому что их не нужно устанавливать, но их еще и удобно устанавливать, потому что пользователь просто смотрит сайт, нажимает на кнопку, пам-пам, теперь его сайт еще более близок к нему. Это более быстрый запуск и мгновенная загрузка, ну, в принципе, нормально. Это офлайн-работа, тут я ставлю все со звездочкой, потому что если как бы это сделать удобно для пользователя, это будет преимуществом. Если вы этого не сделаете удобно, то, в общем-то, это не будет преимуществом. Ну и безопасность и более простые обновления. Прогрессив веб-аппликейшн не нужно отдельно публиковать в сторах, а даже если вы публикуете его с помощью определенных инструментов, вам не нужно проходить эти ревью, у вас как бы сайт внутри вот этой оболочки, он обновляется автоматически, насколько вы обновляете свои сайты. Ну и безопасность тут со звездочкой, потому что все-таки браузеры многие опишки и вещи не могут реализовать хотя бы вот по соображениям безопасности. Ну еще можно, опять же, со звездочкой добавить меньшую стоимость, но про цифры я уже говорила ранее, тут как бы можно сделать так, что ПВА будет в разы дороже, чем мобильная, это как бы делать абсолютно легко и просто. Недостатки ПВА тоже есть, это плохая поддержка установки, к сожалению, не все могут, особенно там есть вопросики к Apple и iOS, но в общем-то в целом поддержка есть, и если вы таргетитесь на Android пользователей, то это вообще прям классная опция. Не все можно реализовать, как я уже сказала, есть зависимость, к сожалению, вот нативная была зависимость от фич мобильных платформ, а здесь есть зависимость от браузеров, которыми пользуются пользователи, и еще и версии, потому что новые опишки, понятное дело, в старых версиях их не будет. Но еще хороший UX для мобильного еще нужно сделать, то есть нельзя просто обычный десктоп превратить в маленький экран, впихнуть это все, это будет не совсем удобно. Помним, что в ПВА у нас только один экран, нет много вкладок, это тоже может в некоторых случаях быть неудобно. Монетизация нужна внутри приложения, если вы все-таки хотите зарабатывать каким-то образом, то, к сожалению, если вы не публикуетесь в сторе, то вам придется самостоятельно встраивать всякие системы и тому подобные штуки. Перейдем к гибридным приложениям, здесь побыстрее будет. Да, гибридные приложения это вот те самые веб-приложения, веб-сайты, которые просто обернули вот ту самую оберточку для мобильной платформы, сделали из них приложеньку, которую можно загрузить в App Store, и вот получили вот это самое гибридное приложение. На чем это можно написать? Ну, тут есть энное количество опций, я, наверное, основные расскажу, и с частью из них я работала. React Native, наверное, почти все слышали, что это такое, это версия React, с помощью которой вы можете сгенерировать мобильное нативное приложение. Почему я называю это все-таки еще гибридным, нежели просто нативная разработка, потому что у них, по крайней мере, по документации написано, что React Native может еще и в веб-сайт. Поэтому как бы тут не буду утверждать, что это легко и просто, потому что не совсем имею такой опыт. Все-таки у меня был проект, где мы писали непосредственно мобильное приложение на React Native, но кажется, что так тоже можно. Опция, с которой я тоже сталкивалась, Ionic, сегодня вы уже упоминали на некоторых докладах, это такой фреймворк, который еще является библиотекой компонентов, в который вы пишете просто веб-приложение, вы можете его вот просто как он есть, публиковать как веб-сайт, и вы также можете его с помощью этого фреймворка, там CLI, обернуть в различные обертки, и плюс этого фреймворка в том, что вы можете выбрать, это метафреймворк, вы можете выбрать писать на Angular, React или Vue, то есть он прям может в разные фреймворки фронтовые. Квазар, тоже классная штука, но, к сожалению, он чисто под Vue сделан, но тут есть довольно много разных опций, это и мобилка, это и PVA, это и SSR у них там есть, ну, в общем, там много чего, и даже можно в Electron это запихнуть, и у вас по факту desktop будет прям desktop-desktop нативный почти, насколько может быть Electron.js с нативным приложением. Ну и Svelte, если здесь есть любители необычных фреймворков, есть аналог React Native для Svelte, Svelte Native, не знаю, не сталкивалась, но кажется, интересная штука, если кто-то с этим работал, будет интересно послушать. Давайте по преимуществу гибридных приложений. Во-первых, это кроссплатформенность, потому что можно и в мобилку, и в веб, и кроссбраузерность, естественно, потому что в веб мы работаем. Это однокодовая база, ну или база там с некоторыми нюансами, потому что иногда хочется сделать вьюшки разные или компоненты разные использовать для Android и iOS, например. Это более быстрая разработка, вот опять же, просто потому что у вас однокодовая база, у вас нету зоопарка проектов, которые по факту дублируют друг друга, нету отставания от фич. Они, гибридные приложения, так же, как и PVA, которые публиковали в Store, они обновляются как веб-приложения, но если вам там совсем уже бинарники не нужно обновлять и проходить вот эти стадии ревью в Store. Ну и разработка по факту из-за вот этих преимуществ, она должна стоить дешевле, потому что у вас нету трех разных команд, которые занимаются одним и тем же. Ну и недостатки у гибридных приложений тоже, к сожалению, есть, ну как у любого инструмента. Во-первых, фичи приложения у вас теперь ограничены не только какой-то платформой или браузерами, которые пользуются, вам и то, и то ограничение, и в итоге не всегда одна и та же фича может работать одинаково на разных платформах. То есть вы ограничены инструментом, еще и платформами ограничены. Перформанс у гибридных приложений будет на уровне сайта, прогрессив и публикейшн, ну просто потому, что внутри все равно под капотом будет тот перформанс, который вы смогли реализовать на вашем сайте. Его немножко сложнее отлаживать и тестировать, просто потому, что просто запустив сайт в браузере не всегда у вас получится хорошо его отлазить и оттестировать, потому что инструменты, которые генерируют это нативное приложение с PVA, они тоже написаны людьми и тоже содержат баги и, в общем, там тоже есть много нюансов. Окей, ну вот, а как же выбрать-то, собственно, как этот выбор совершить? Ну давайте так, я не дам вам серебряную пулю, но дам методологию, как это сделать. Давайте составим список параметров, по которым по-хорошему нужно выбирать практически любой инструмент, давайте так, но между ту платформу, на которой вы хотите реализовать какое-то мобильное приложение или PVA. Во-первых, это возможности платформы и те фичи, которые требуются от вас по заданию, по техническому заданию, по техническим требованиям. Просто буквально сядьте, напишите список, кажется, это будет достаточно. Знание команды или возможности найма. Ну, например, у вас в регионе очень много андроид-разработчиков, понятное дело, что кажется, что можно пойти в эту сторону, можете нанимать мобильных разработчиков, пожалуйста, нанимайте. Стоимость разработки и поддержки, я вам цифры приводила, тут как бы еще тоже нужно учитывать ваши бюджеты, и это в том числе может повлиять на то, какую технологию вы выберете. Помним про предметную область и привычки пользователя. Ну, например, если вы хотите сделать какую-то игру, и даже если это будет ПВА, который вы завернули в мобильное, это, кажется, будет лучше, потому что пользователи, которые пользуются играми мобильными, они привыкли заходить в стор и там как будто в магазине выбирать, что они хотят посмотреть. Решаясь таких вот возможностей такого маркетинга, вы, кажется, можете потерять часть аудитории. С другой стороны, если вы делаете сайт для записи к врачам, навряд ли вам нужно писать приложение и публиковать его в стор и нативное приложение, просто потому что, ну, обычно это эту штуку люди делают там один раз в какое-то время, это не то, что им прям нужно для этого устанавливать какое-то дополнительное приложение из стор. Ну, а также удобство инструментов разработчика. Тут я уже упоминала про тестирование и отладку. Тут можно много чего назвать в плане developer experience, но в том числе и сообщество, и популярность инструментов, и то, какую вообще, в принципе, поддержку может оказать то или иное, опять же, сообщество, если вы решаете, используя какой-то новый инструмент. Вообще, этот список можно еще дальше продолжать, но я бы скорее вот на этих пяти остановилась и рассмотрела, подумала, плюсы, минусы, подводные камни, каждый из этих пунктов. Ну, давайте, все, вместо выводов, что же вообще, какой-то итог подведем моего доклада. Не существует идеального решения. Любой инструмент, любая технология, любой язык, у них так или иначе есть плюсы и минусы, и что бы вы не выбрали в процессе своего выбора, всегда вы столкнетесь с какими-то недостатками, с какими-то проблемами, которые, возможно, нивелируются другими преимуществами той или иной платформы. И стоит помнить, что веб стремительно приближается к нативным. Это тенденция последних нескольких лет, и она будет продолжаться просто потому, что, опять же, существуют такие проекты, как Fugu, и браузеры, в принципе, достаточно активно внедряют новые фичи, новые стандарты языков, веб-стандарты, которые появляются. И это будет продолжаться. Нам, как разработчикам, с каждым годом будет все легче и легче делать веб более нативным. Ну, и даже мелкая фича в процессе вашего выбора, она может склонить вас то в одну, то в другую сторону. И если вам прям нужна какая-то специфичная штука, которая есть только в нативных приложениях, и это будет киллер фича вашего приложения, скорее всего, вы пойдете в нативную разработку, и это тоже абсолютно нормально. Ну, и на этом все. Спасибо за внимание. Ура, 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 ура. Ты успела? Я успела. На одну минуту меньше. Пожалуйста, заходите, оставляйте отзывы. И у нас есть время на два небольших вопроса. Да, вы можете, если скажете мне свою фу, здесь будет, мне будет приятно. Да, здравствуйте. У нас нет вопросов. Спасибо, Саша, за доклад. Я сам просто адепт ПВА, поэтому мне очень понравилась вторая часть твоего доклада. Потрясающе. На самом деле, как ты смотришь на то, что в целом, кажется, веб еще, там же веб-ассембли появился, и кажется, что, ну как, тебе для того, чтобы писать нативно, у тебя есть ограниченный набор языков, которые вот только их ты можешь использовать. А в вебе-то мы теперь вообще можем почти все, что угодно, и JavaScript для синхронизации. Слушай, ну, в целом это так, но есть нюанс, как бы. Все-таки веб-ассембли пока еще достаточно молодая штука, и я бы сказала, что у меня, сразу скажу, что у меня нету опыта в App Assembly, я так, мимо крокодил, но кажется, что это не то, на чем можно делать мейнстримовые сайты, много всего, потому что там он, там есть нюансы, да. Все-таки это не обычный сайт, ты на C++ обычный сайт не будешь писать. Да, у тебя есть какие-то нативные штуки, но поправь меня, там, по-моему, нету доступа к каким-то опишкам низкоуровням, это просто возможность писать. Там в целом очень мало доступа. Да, там очень мало доступа, потому что это, по факту, песочница у тебя такая виртуальная, которая там есть. И да, может быть, веб-ассембли пойдет в какие-то интересные задачи, где нужен какой-то специфичный перформанс или специфичные фичи, но веб-ассембли сам не дает доступ к опишкам, он сам не дает доступ к штукам, которые вот как раз-таки очень похожи на то, что есть в нативках. И поэтому это не панацея. Да, ты можешь это делать, но, как бы, типа, зачем тебе писать сайт на C++, если ты можешь это более правильно, удобно для разработчиков делать на каком-то фреймворке или инструменте, который заточен непосредственно на веб. Ну, просто ты упоминала, что найм — это тоже часть такая, как выбрать, если есть люди, которые что-то знают. Допустим, у меня есть отдел ростовиков, ну, типа, на расти, которые пишут, и они там супер-пупер крутят перформанс и так далее. А мне сейчас надо приложение выпустить. Это может быть одно из штук. Как раз-таки, да, можно еще в обычные языки в браузере, я действительно этого не упомянула, но я бы сказала, что это все-таки очень специфичные кейсы и для большинства сайтов, ну, это какой-то такой очень странная уточка. Спасибо. Спасибо.